Всем чао-чао! Меня зовут Кичигин Дуарт. Немножко порисую на Нарвских воротах. Там такой богатырь наверху. С собой немножко кофе. И как раз на кофейном стаканчике, думаю, сейчас будет скетч. Люблю Нарвские ворота и очень люблю заседать здесь. Это прям мое удовольствие. Кофе, я думаю, нужно допить, чтобы не пролить. Стаканчик — это такая история, не листик, который удобно положишь. Попробую вот так как-то его организировать. Что получится в итоге. Но сначала я подумал, что, может быть, я могу там, опять же, рисовать симпатичных девушек. Но сначала я попробую то, что мне более привычно. Это ландшафтный скетчинг. Попробую нарисовать какое-то растение. И, может быть, к нему добавить историю с античными колоннами. Но сейчас посмотрю, как будет развиваться ситуация. И попробую, наверное, заполнить всю плоскость этого рисунка. И, честно говоря, пока не знаю, что я буду делать с этим стаканчиком. Потому что носить с собой я его, наверное, точно не хочу. У меня сегодня должна быть тренировка, вечеринка и деловая встреча. И чтобы он не помялся, мне придется приложить прям значительные усилия. Буду вот так передвигать его и заполнять. Не скажу, что это мой первый стаканчик, изрисованный. Но так, в общем-то, плотно я к этой истории еще не подходил. Интересно, что в итоге получится. Это такая, как будто бы фантазия. Которая вырастает из того, что уже нарисовано ранее. Из текущего состояния. Какое настроение у тебя, Эда? Да, что ты думаешь про все это, что происходит? Озадаченное, да. Странные сейчас повороты в жизни. Очень странные. Я, честно говоря, не ожидал такого. К чему меня это все приведет, я не понимаю. Ну, а я пока буду скетчить и релаксировать. И думать, как же жить дальше. Вот. Ну и денсить пойду сегодня. Денсить это хорошо. Переношу свой тип графики пером и тушью на возможности Линнера. Конечно, возможности Линнера невероятно ограничены. Очень, очень, очень он такой. Он рожден быть дешевым. Можно всякие крутые вещи рисовать. Но когда я сравниваю это технике, я понимаю, что перо рождено быть дорогим. А Линнер – бюджетная история. Это как ездить на спортивном коне для соревнований. Ну, или на коне, который просто в прокате. Он такой очень, может быть, симпатичный. На нем, может быть, можно сделать различные фигуры. И все. Как бы хорошо. Но если тебе нужно выйти на соревнования, на нем ты не сможешь показать ничего. Вот. А мои соревнования, они такие. Очень итальянские и архитектурные. И в таком моменте, когда я должен прийти к клиенту, например, или в сообщество профессиональное, и показать тут же, сразу же, очень высокий класс. Я знаю, что перо мне в этом поможет. Сто процентов. А Линнер меня в этом только поддержит. В этом начинании. Ну, то есть, у меня уже очень большое понимание всей этой истории. И международная, и местная, локальная. В общем, есть материал, на котором об этом можно все говорить. С удовольствием пошел в историю вот таких штук, если бы они давали мне такой результат, как перо. Но нет. Но, конечно, вот в таком режиме, когда ты сидишь, ты немножко попил кофе, съел пироженку. Я ел трубочку с вареной сгущёнкой, как из детства. И это было, блин, прям круто. А перед этим ел пирожное картошка. У кого ностальгия по детству, я думаю, меня поймут. Ну, и в таком рисовании тоже есть огромное и странное удовольствие. Невероятное. Я думаю, может быть, порисовать домики. Но сейчас мне хочется просто делать какие-то простые, тупые вещи. Сделать так, чтобы мой мозг сейчас не работал, не думал всякую ерунду. Чтобы он приходил в себя. И вот такое вот рисование на автомате очень, честно говоря, этому помогает. Это как немножко остановка для мозга. Это как рисование абстрактных орнаментов. Но так как я ландшафтный архитектор, то я делаю на автомате ландшафтный скетчинг, и это меня успокаивает. Посмотрю, сколько уже зарисовано. Ну, наверное, половина. Сейчас дойду. Дальше. Слушайте, мне понравилось. Я вот думаю, теперь что с этим понравилось сделать. Ходить по кофейникам, рисовать на кружках кофе. Если они такие все чистые. Ну, или белые, или крафтовые. Как вот эта вот штука. Или, может быть, по фану сделать посудный набор пейзажиста. Если с тем, чтобы сделать город, у меня возникли такие неожиданные трудности. Какой ерундой заняться. А что такое? Почему так могло случиться? Господи. Ладно. Вот так набирается эта история. И вот так заполню. И, может быть, еще пройдусь с детализацией. Вкусной. О, нужно еще точно. Еще оставить место для росписи. Только я не понимаю, что я буду делать в итоге с этой кружечкой. Для кофе. Посоветуйте в комментариях. Что с ней можно делать? Или, может быть, нужно рисовать на стеклянной посуде. На какой-то дорогой, на хрустальных бокалах для шампанского. Такая деликатная, старинная графика. Может быть, смотреться будет довольно круто. Пока даже не представляю. Или, например, на этих, на тарелках. Но я не знаю, зачем мне это в голову приходит. Я просто не понимаю. Какие-то прям следы ереси. О чем-то я да. Так линер ходит по бумаге. Это такая, знаете, просто мелкая моторика. Она включается и успокаивает. Очень-очень успокаивает. Невероятно. Там на фоне играет какая-то музыка. По-моему, классика. Пианино точно. Не знаю, слышно ли ее. О, я почти дошел. Смотрите. Ты-дым, тым, ты-дым, тым, ты-дым, тым, ты-дым. Вот здесь напишу. Подпись. Да, наверное. Почему нет? По-английски, наверное. Едуард Кичигин. 2020-й. СПБ. Русия. Е. В общем, вот. Покажу, что получилось. Рисовал вот этой штукой. Каллиграфи пен. Ну, они тоже классные. Тэ-дэн. Фокусируйся. Фокусируйся. Вот он такой. Эдуард Кичигин. 2020-й. СПБ. Русия. И такой ландшафтный скетчинг. Всякие деревья симпатичные. В моем стиле графики. Я думаю, суну его в рюкзак. Если он доживет до конца дня. Переживет деловую встречу, вечеринку, тренировку. И еще что-нибудь, может быть, нарастет. То он будет у меня, наверное, дома. Что делать с ним, я не знаю. Я его, наверное, продам. За тысячу рублей тем, кто в Петербурге. Если можно встретиться у метро, то, белком, пишите в директ, в инстаграм. И покупайте. Но он использованный. Это нужно понимать. Я пил из него кофе. В общем, я надеюсь, вы из него не собираетесь пить кофе. А как пример графики, я думаю, будет неплохо. Та-дэм. Вот такой красавчик. Пэм-пэр-бэм-пэрэм-пэрэм-пам-пам. А вот мы делаем с ним селфи. Тэк-тэк-тэк. Тэк-тэк-тэк. Беселуха. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Кичагин Дуарт. И моя тема – ландшафтная архитектура, скетчинг, проектирование, ландшафтный дизайн. Эти мафы. Очень много. Ну и все видите это у меня в моих видосах. Большая история такого русско-итальянского архитектора-пейзажиста в Италии и в России и вообще по всему миру. Вон, видите, как аж прям волосы встают дыбом, что творится. Окей, и смотрите в комментарии, закрепленном там, ссылки на всякие плейлисты с супер-полезняком. И я делаю курс, видеокурс по рисованию в моем стиле графики. В общем, скоро будет. Всем чао-чао. Пока.